Вроде бы обыграл одного датского защитника, но рядом тут же вырос второй и мяч наш нападающий потерял. 85-й год для Олега Протасова стал по-настоящему блистательным. Он забьет 35 мячей в чемпионате Советского Союза и установит рекорд всех времен. Эль Киар получает мяч после рикошета и забивает первый гол в этом матче. Вот то, что дорого всегда обходится любой команде. И вот еще раз можно посмотреть этот момент. Вы видите, что рикошетом от двух наших футболистов мяч прилетел к советской команды, а потом развалились. Опаснейший момент. Квист все-таки не коснулся мяча рукой. Ухитрился остановить его грудью. Сейчас чуть-чуть увлеклись датские защитники, пошли вперед и оставили советского футболиста неприкрытым. И тут же второй гол. И тут же второй гол. И забивает его снова Эль Киар. Если в предыдущем случае мы могли... Просто сумасшедшее исполнение Эль Киара. Да, он продавил принятие его Биланова. Биланов это относительно новое лицо в советской команде. По сути, в основном его опыт до сей поры, опыт взаимодействия с этими партнерами ограничивался в основном совместными тренировками. И какой гол! Великолепный удар Олега Протасова. Действительно, это был его год. Мы уже говорили, что много забивал в чемпионате Союза. Великолепный удар Олега Протасова. Гол, который очень похож на первый, забитый датчанами в этом матче. Великолепный удар Олега Протасова. Даже на фоне неудачных действий советских защитников и их многочисленных ошибок. Вот еще один гол. Гол, который почти из ниоткуда возникает. Микаэл Лаудруб точно бьет в нижний угол. И счет становится... А и встречать было некому, потому что наши полузащитники застряли в середине поля. И просто скорости не хватило, чтобы вернуться назад. Но... Аншлаг на Эберотспарке. Мы уже с вами говорили, что 45 тысяч зрителей присутствуют на этом матче. И теперь они уже получили возможность праздновать. Хотя до окончания встречи еще в полтайме. Наши выиграли борьбу за мяч. Мяч удар и счет становится 4-2. Сергей Гоцманов все-таки добился своего. В первом тайме у него были две возможности, когда мяч просто не шел в ворота. Он поборолся за мяч в штрафной. Вот этот момент. Именно Протасов сбрасывает мяч под удар. Сергей Гоцманов.